Таким образом родилась Альза и из 200 долларов она переросла в бутики в центре города, двухэтажные все, с достаточно хорошими аппаратами. Сейчас у нас 15 девчонок работающих в Альзе. Все они primary breadwinners. Единственные, кто обеспечивает семьи. Тоже без опыта, тоже молодые. Это все управляется ими. Я, наверное, самая старшая, мне 24 сейчас. Создавать это все было достаточно сложно, потому что, во-первых, с 200 долларами особо не разгуляешься, во-вторых, у нас, например, приходит новый налоговщик с таким вузом, там, сами все как надо, как правило. И, как, зовите директора. Ну, и я выхожу в джинсах, там, кроссовках. Да, и он, нет, доченька, директора позови, пожалуйста. Вот. Ну, его такие вот серьезные воспринимали. Было сложно, пока я не позвонила папе, не давала трубку. Папа говорил, что, чувак, я тут ни при чем, тебе действительно придется с ней говорить. Только после этого он с недовольным видом начинал со мной говорить. Вот. То есть, небольшой пример того, чтобы понимали, что вот этот вот калд шеллый францисс. Ну, вот, создавая это все, это был челлендж не только для меня, как бы, а вообще для всего общества, как бы, принять, что это возможно построить. Да. И чем больше я работала, росла, общалась, тем больше видела, что, естественно, очень много страхов, очень много дополнительных каких-то проблем. Ну, у нас сегодня как-то получилось. Обычно на мои собрания приходит в основном женская аудитория. Сегодня у нас как-то получилось наоборот. Я надеюсь, вам не очень скучно. Ну, может, не в столь конкретном бизнесе, а вообще в становлении бизнеса, хотим узнать. Да, ну... Все воспитания и... Получишь мотивацию, в первую очередь. Ну, вот, родилась женская Global Movement, Women Empowerment Movement в 2015 году. Это начинали... Я думала об этом целый год. Что делать, как делать. Я знала, что я хочу поддерживать женщин, я хочу помогать им жить, а не существовать. В общей сложности... Даже... Это не только к женщинам относится, к мужчинам то же самое. Я заметила, я очень много путешествую, постоянно говорю на конференциях и так далее. И везде одна и та же проблема. Люди не знают, что делать со своими жизнями очень часто. It's like no idea what to do with their lives, да? И если вот в developing, в развивающихся странах, там не так уж много выбора, и поэтому проблема в том, что вот я не знаю, что мне делать, да? А в западных странах, то есть Европа, Америка и так далее, то есть когда я начинала это, я думала, что ну вот маркет будет только в основном это вот developing countries, да? А оказалось, что когда едешь вот ту же самую Америку, Канаду, там Европу, там проблема в том, что у них так много выбора, что они опять не знают, что же делать с их жизнями. И, то есть, Bowwoman stands for... Так, сейчас. Мы стараемся помогать женщинам определяться сначала с их мечтами, целями, а потом создавать space and tools, то есть инструменты и пространство для того, чтобы они могли их достигать. Это могут быть мечты, я все начинаю от того, что вот хочу быть предпринимателем, заканчивая тем, что, не знаю, хочу быть мамой пятерой. Whatever that is, да? Но вопрос именно в том, что очень часто, как только речь идет о empowerment, сразу это вот только карьера, 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 да? Кроме карьеры еще есть другие части жизни. И вопрос просто в том, чтобы не существовать, да? И вот день изо дня просто проходит жизнь, пролетает. А именно в том, чтобы жить. Ну, за буквально полтора года опять-таки все это было сделано без бюджета, потому что у нас NGO, там вообще социальное предпринимательство никак регистрировать не получается, потому что как только ты это делаешь, сразу попадаешь в определенный список, который потом ты попадаешь в кабинет КГБ, в подвал, и можешь оттуда не вернуться. Ну, или вернешься с абсолютно другими взглядами на жизнь. Вот, поэтому мы все делаем тоже без поддержки и без каких-то финансов. Ну, таким вот образом за полтора года мы выросли от, ну, одной меня до команды в 50 человек. Мы провели уже больше 14 программ. Это программы и по интерфеймерщику, и по холдингу. Проводим там, например, passion classes, и так далее. То есть, very broad. Больше, ну, вот 53, если конкретно быть, team member, больше 80 тренингов конференций и больше 5500 participants. Каждую неделю мы получаем более 800 applications на каждое мероприятие. Это, в смысле, что значит? Ну, заявок. То есть, ну, вот, например, организованное мероприятие. На каждое мероприятие там максимум места на 100 человек подает в год до 800. Вот. И это, в принципе, если раньше у нас были еженедельные мероприятия, там, тренинги и так далее, сейчас это чуть ли не ежедневные получаются. Потому что огромные интересы просто нету помещений на 800 человек. Это вообще по миру? По миру? Сейчас начиналось всё в Баку, и сейчас вот мы идём в Лобалы, открываемся в 5 ещё странах. Ну, и цель идти дальше, like, internationally. Вот. Ну, вот пару фоток с наших ревентов. И также, как часть программы, я создала daily planner, for women who dare to drink big. Он помогает, ну, с планировкой, to enjoy list, prioritizing и так далее. Первый edition мы уже sold out полностью сделали. Сейчас готовимся ко второму. Будем запускать Kickstarter с ним. Потому что, если первый был в основном направлен на наш регион, то сейчас будем работать с Америкой. Я с января лечу с силиконовую долину на акселераторскую программу, 4-месячную. Там вот уже будем работать над захватом на американском рынке. Переходи к нам в Австралию? Куда? В Австралии. В Австралии. Вот там еще не была. Кто-то там довольно интересный будет. А какой из программ будешь понимать в части? Founders Institute. Ну, вот, хотела бы поделиться, наверное, вот этими советами. Я не знаю, называйте, как хотите. Наверное, часть из них достаточно банальная. Ну, очень часто мы все, как бы, вроде все знаем. Но знать, как бы, вот на этом уровне недостаточно. А вот принимать и на самом деле использовать это вот уже то, что, наверное, помогает делать какие-то классные вещи. Вот. Первое, наверное, identify your dream goal. Да? То есть, very basic. Да? Ну, вот этот степ каким-то образом пропускается очень часто. Да? Вот мы идем, и вот эта вот рутина. Бежим, бежим, бежим. Не знаем, куда бежим. В конце концов, получается, что, а где же я вообще хочу быть через 50 лет, через 30 лет, 10, 5. То есть, это может меняться, да. Но, вот если вы представите, закройте глаза и вот представить вам там 70 лет. Ну, я не знаю, у кого там какие вижены, скажем так, в этот. Ну, предположим, у вас там внуки, и вот какие истории вы хотите рассказывать внукам? Что же вы делали за все это время? Да? То есть, вот, то, как... Цели могут меняться, мечты могут меняться. Скорее всего, они и будут меняться, да, по ходу действий. Но вот определиться очень важно. Потому что ты не можешь дойти куда-то, не зная, куда ты идешь, да? И вот, вот этот direction, that's one of the key things, да? Окей, вот через 50 лет я хочу, так положим, быть там. Приблизительно вот у меня такой-то бежим. И break it down up to today, да? Что же я должна делать сегодня для того, чтобы быть там-то через год? Что я должна делать на этой неделе, чтобы быть там-то через 3 года? И так далее. Вот очень, на самом деле, в презентации, так нельзя, сегодня будет очень много таких вопросов именно, да? Потому что именно задавая сами себе вопросы, вы можете таким образом... You're doing the self-discovery process. Вы сами себя лучше узнаете. И только таким образом, я считаю, можно жить fulfilling life, да? Ну, пожалуйста, если я что-то говорю, что непонятно бывает, то спрашивайте. Потому что у меня микс вообще в голове всех трёх языков. Я стараюсь. Можно говорить просто английский? Нет, я думаю, что это просто английский. Очень интересная есть методика подхода к этому. Можно написать себе письмо в будущем на 5-10 лет, закупорить бутылку, потом уплыть. Это установка программы, которая действительно потом крутится в подсознании и вставляет соответствие тому, что ты писала. Очень много таких на самом деле фишек есть. Посылаешь сам себе письмо. Это может быть и через 3 месяца, это может быть и через 5 лет и так далее. Но важно именно projection делать. Потом очень часто мы понимаем, что окей, всё, я определилась, я определился, я хочу быть там-то. А почему? Почему ты хочешь? Почему ты выбрал? Потому что тебе society, общество сказало, что вот сейчас стартапы, это круто, это классно, и вот иди теперь делай стартап. Или же потому что ты действительно этого хочешь и ты passionate about it. Почему? Like finding your why. Знать, зачем я делаю то, что я делаю, это то, что будет пушить forward. Потому что на протяжении всего этого пути, естественно, будут огромные ups and downs. И когда бывает downs, то, что пушить вперёд, это знать своё why. Наверное, видели Симон Синек, его тег-тег-тег, как лидеры inspire action. Это, как, маст-си. Очень советую записать Симон Синек. И он говорит именно о вот этой golden circle, методологии, когда начинать нужно с why, then how, and only then what. Что все компании, начиная с Apple, заканчивая, там, не только компании, там, inspiring leaders, там, Mars and YouTube, и так далее. Они все сначала начинают с why. Сначала зачем, только потом, как я буду это делать. Да? И третий степ, что именно. У нас, в принципе, сейчас времени так уж много, я это... Хотя, давайте попробуем. Можно мне сюда где-то пять балансёров, да? Давайте. Давайте. Отжиматься только не доставляйте. Давайте. Пять. Давайте, поактивнее, что ли. Не беспокойтесь, ажиматься может не будет. Две девочки. Ну давайте, две девочки. Девочки. Ну ладно, идем. У нас две девочки, то они тут. Нет, говорить тоже ничего не надо. Все, супер-бэйсик, поэтому не беспокойтесь. Я не издеваюсь. Я не несаясь, честно. Так. Ожрем. Просто выберите, как бы, в умении, говоря другому человеку, одного из, вот, пятерёх. Да? Вы посмотрите, выберите сейчас. Из пятерых? Да. То есть, сколько? Ну да. А, это четверо, вы тоже с нами, получается? Я... 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 То есть, из пятерых, ты можешь вообще себя выбрать. Тогда четверых нужно выбрать. Да. Мы выберем здесь. Одного и здесь присутствующих. Все. Все, выбрали? Окей. Теперь вы начнете двигаться. И вам нужно просто половать того, кого вы выбрали. Хорошо? Да. Просто вы следуете за тем, кого вы выбрали. Все. Начинаем ходить. И так, только в темпе. Идем, 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 идем. Идем, 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 идем. Идем, идем, идем. Идем, идем. Идем. Так, прекрасно. Хорошо. Все было очень легко. Спасибо большое. Пожалуйста. Так, не просто сесть. Я сейчас объясню, что же вы делали. Ваши зубри не позволяют следу с вами. Что происходит? Hatters are being created. Когда мы просто фоллимим, происходит... Образуется своего рода... Hatter. Что такое Hatter? Шаблон. 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 Ну да. Если один из них пошел бы просто... Вот просто сделал бы вот так. Да? Он не только фоллимил бы, но он тоже понимал бы, что на самом деле я еще и лид делаю у кого-то, да? То поменял бы direction, весь pattern изменился бы. Да? То есть мы вот сейчас ходили по кругу, и мы могли бы ходить по кругу до бесконечности, да? А если один из вас бы, например, поменял бы какой-то direction, pattern полностью поменялся, могла получиться там змейка какая-то, восьмерочка и так далее. Да? Очень как бы наглядный, скажем так, пример того, что мы очень часто делаем и вообще в жизни, и в предпринимательстве. Мы делаем одни и те же вещи, но каким-то образом ожидаем абсолютно разные результаты. Вот мы работаем, работаем. Вот я сейчас буду еще сильнее, еще усерднее работать, да? И вот будет у меня обязательно какой-то другой результат. Можно сесть и перестать работать вообще. Не будет. Идти в себя. Не будет. То есть, опять-таки, super basic. Don't expect things to change if you keep doing the same things. Если вы будете продолжать ходить в одном и том же направлении, ничего не изменится. А то, что вы будете быстрее ходить, все еще будет один и тот же круг. То есть, если вы хотите действительно каких-то big changes, you gotta change the way you're doing things. Одно из определений безумия, на самом деле. Вы ожидаете других результатов от одних и тех же действий? Это на самом деле безумие. Ну, как часто мы это делаем? Третье. Ну, вот этот change, какой бы мы ни пытались сделать, requires patience and persistence. Patience, терпение и persistence, помогайте. Настойчивость. Настойчивость. Спасибо. Да, очень часто опять-таки, окей, все, меняюсь, надоело все, вот надо что-то делать, выходим на новый уровень и так далее. Вот делаем какой-то radical change, ничего не получается, и мы говорим, вот, ничего не получается. Patience, наверное, терпение и именно настойчивость. Одно из самых главных поинтов. Для меня это сыграло, я увидела, насколько настойчивость играет большую роль, когда вот мы готовились к чемпионату мира в 11 лет, и мой тренер, он говорил, ну, отжимайся 50 раз. Ну, вы видите, как я сейчас выгляжу, представьте теперь 11-летнюю зару. Я дохожу до 46-го, со слезами в поту, умираю уже почти, что падаю, и просто валяюсь, вот, и он мне без какого-либо вообще, ноль эмоций говорит снова. Ну, я думала, что я прям там сдохну, да, но я лежу, не шевелюсь, и он орёт снова. И я поняла, что пока я не сделаю эти 50, я из этого зала не выйду. В тот момент, конечно, я его ненавидела, да, косточек, да, это было ужасно просто, но буквально через 10 минут я каким-то образом встала и сделала ещё 50 отжиманий. Тогда, когда, вот, буквально 10 минут назад, я считаю, я думала, что даже близко у меня этого не получится, да. В тот момент, да, я опять-таки, я всё ещё его ненавидела, но сегодня я ему очень благодарна за то, что он показал мне, что, ну, в данном случае я могу намного больше, чем я думаю. И потом я этот эксперимент начала проводить на других. И, вот видите, вам я очень лёгкое упражнение дала. Когда мы проводим большие конференции, например, спрашиваешь, ну, кто может там отжиматься 20 раз, да, ну, столько-то рук там, 50 раз, там, 100 раз. Ну, в конце концов, остаётся где-то, в основном это бывает два мальчика, говорит, что, ну, сколько максимум ты когда-либо делал? 100, предположим, один, там, 110, второй говорит. Хорошо, как ты думаешь, сколько, вот, если это, от этого будет зависеть твоя жизнь, сколько ты сможешь делать? Ну, я не знаю, там, я 100 делал, там, 100 лет назад, ну, если, там, моя жизнь от этого зависит, может быть, ещё десяточку сверху смогу положить, да. Хорошо, ну, давайте попробуем. И их на сцену, в основном, ну, бывает, обычно, большая аудитория, там, 300-500 человек. Вот, они на сцену, и давай отжиматься. Значит, им закрываю я глаза, и они не считают, сколько раз они отжимаются, да, они не знают, мы их постоянно distract делаем, то есть весь аудиенс, 500 человек, их, с одной стороны, поддерживает, подбадривает, мотивирует, то есть я и там ещё ко-фасилитейтор, например, стоит прямо рядом с ними, им в ухо драндычит, давай ещё, давай ещё, ты можешь и так далее. То есть мы, и когда вот этот 500 человек, вот эта энергия нереальная происходит, они не считают, сколько раз они отжимаются, и в конце концов, каждый раз, ещё не было такого раза, я уже этот эксперимент, я не знаю, сколько раз проводила, каждый раз, если, предположим, он сказал, что он сделал 110, он максимум, если его жизнь будет от этого зависит, он сделает 110 раз, они делали, как минимум, ещё десятку, то есть минимум, это было 120 в данном случае, да, и когда-то, а так как они не считают, они не знают, сколько они делают, то есть открываешь их глаза и спрашиваешь, ну как ты думаешь, сколько ты сделал? Я не знаю, они, естественно, умирающие в состоянии, то есть они даже близко, и они опять-таки думают, что они сделали, ну где-то, наверное, 100 с хвостиком, да, и когда они говорят, что чувак, ты на самом деле только что сделал 120, это бывают такие шары, да, и человек на самом деле в это сам же и не верит, то есть вот очень, потому что это физический пример, да, физически намного легче показать, что относительно, да, то есть визуально легче увидеть, что мы способны намного больше, чем мы думаем, да, то есть та же самая система и работает mentally, да, whatever you think in your business, in your career, in your relationship, whatever it is, да, можете на самом деле намного больше. Незаметно. Значит, ну в любой change это, любые изменения, они страшны, да, поэтому мы, наверное, их и особо, ну как бы мы все сидим в своем бабле, в своей комфорт-зоне, и когда мы оттуда входим, это страшно. Если не страшно, да, это значит еще в своей комфортной зоне, да, вот, так что страх это на самом деле очень классно, и эти страхи можно использовать to your advantage, да, ну как плюс, нежели минус, да. You can convert your fears into drive, то есть если вы конвертируете ваши страхи, используете их вам на руку как drive, как push. Я вот буквально две недели назад на TEDx выступала в Германии, весь ток был именно converting fears into drive. Будет линк, как только, наверное, уже на следующей неделе. То, что можете посмотреть. Это будет конкретно именно, как можно использовать наши страхи, а они у нас есть у всех, как to your advantage, не знаю. Как преимущество. Как преимущество, да, спасибо. Для этого для начала нужно определить вообще, какие у меня страхи. Вы не можете, очень часто есть две категории людей, да, которые игнорируют, говорят, что я вообще ничего не боюсь, о чем речь. На самом деле, ну, если не боюсь, страх тоже очень понятие растяжимое, да. Но one of the main limiting beliefs, то есть что я о себе думаю, на что я способен, какие у меня страхи. Например, очень популярный, то есть top ten worldwide fears, да. Fear of failure, fear of success, of being judged, rejection, unknown. loneliness, disappointment, intimacy, authority, and conflict. Это одни из самых популярных, например, страхов, да. То есть выбирая себя, определитесь конкретно для начала, да, что вообще какие у меня есть страхи. И только потом, зная их, вы можете их конвертировать и использовать на ваш advantage, да. понимать, what are the consequences of having these fears, what do they cost me. То есть вот при том, что я живу с этим страхом, да, что, какие, как это перевести, с чего мне это стоит. Представьте вашу жизнь через пять лет, да, вот предположим, сейчас вы, ну, наверное, я так понимаю, здесь в основном стартаперы, да, но вот у меня какой-то стартап, да, и я вот должен сделать там, like, to make a bigger step, to make, and I'm afraid of failure, да, то есть там, например, какую вместицию привести самому, или я не знаю, то есть миллион там версий бывает. Если вы будете жить вот с этим fear of failure через пять лет, два, десять лет, двадцать лет, вот представьте, что вот весь этот weight вы тащите с собой через двадцать лет, и представьте, где вы находитесь, если вы все еще разрешаете этому страху как бы лимитировать вас. И, на самом деле, вот, то есть задавая сами себе эти вопросы, представляя, понимая, чего они вам стоят, вы тогда только сможете их конвертировать. А Тони Робинси кто слышал? Тони Робинси. Окей. Это один из самых, наверное, известных, ну, kind of motivational speakers, он работает с президентами стран, с бизнес-онорами, начиная с Баффета, там, кончая Брансоном и так далее, да, конкретно именно над психологией. И вот недавно была у него на конференции, где находились десять тысяч человек, и вот десять тысяч человек представляли конкретно, вот закрываешь глаза, ну, своего рода медитация, и ты представляешь, что окей, вот через десять лет я буду там-то, если я не изменю вот эти вот определенные limiting beliefs, которые меня сейчас лимитируют, что-то, где я буду. Ты понимаешь, что, блин, я не хочу быть там, нужно что-то менять. Вот. И тогда, как третий шаг, вы уже задаете вопрос, what will happen if I convert these fears into drive, да? И представляете, окей, а если я этот convert, ну, этот страх, использую его на свой advantage, тогда какая моя жизнь будет через пять, десять и двадцать лет? И когда представляете вот эту картинку классную такую, да, на самом деле ты думаешь, блин, а я хочу вот эту картинку. И не хочется ее отдавать своего рода, да? Одно дело просто представить, другое дело именно нужно прочувствовать. Обычно, на самом деле, все эти тренинги проходят трогневные тренинги, я сейчас по всему просто пробегаюсь, чтобы... Я всегда и в Агумане, и в Айзике везде говорила, да? Вот все такие программы, инкубации, там, где акселераторы, всевозможные конференции, это только создают какой-то space, да? It's up to each and everyone how much you're gonna take out of it, да? Сколько вы будете оттуда брать, вот. Далее вам, предположим, там, десять вопросов, с которыми вы можете поработать. Может, вы поработаете, может, не поработаете. Может, вам на вас это подействует, может, не подействует. Но все зависит от вас, как вы будете это использовать, да? You become what you focus on. На чем будете фокусироваться, именно то и будет. Опять-таки, гипербанально, гиперпросто, но не происходит. Очень часто фокусируемся на неважных вещах. Опять-таки, задавая себе вопрос каждый день, what do I choose to focus on? Можно трансформировать вообще общий свой стейт. Как вы себя чувствуете, о чем вы думаете. И в зависимости от стейта, то есть состояния физического и психологического, в котором вы находитесь, вы, соответственно, будете действовать или не действовать. Change your focus and you change your state. Когда вы меняете свой фокус, на чем вы фокусируетесь, тогда вы меняете свое состояние. Это и физиологическое, и психологическое. Когда вы меняете свое состояние, you change your action as well. То есть вы меняете уже свои действия. И, естественно, меняя свои действия, вы меняете свою жизнь. Вопрос, который вы можете себе задать и сделать как своего рода rule. What will I do to be in control of my state? У нас у всех в жизни бывают моменты, когда все классно, и очень часто бывают моменты, когда хочется вообще провалиться сквозь землю, и, like, I'm done, like, this is not good. То есть у всех бывают the ups and downs, да? Как вы будете задавать себе вопрос, что же я буду делать, когда вот у меня не такой стейт, которым я хочу, как я буду его менять? На самом деле, очень легко это делать с физической точки зрения. Если вот вы, ну, это, я думаю, basic things, которые тоже опять-таки многие слышали, если сидеть вот так, закрыто, там, я не знаю, или так, если только даже просто открыться, постоять в power pose. Даже просто тупо очень многие спикеры, когда они выходят куда-то говорить, они там, я не знаю, стоят в power pose, там, какое-то время, и ты, как бы, you fake it until you make it, да? Вы fake it, чтобы вот такой прямо confident и все такое, и действительно стоит, начинает меняться. То есть это two-millimeter change. То есть каждый день нужно делать какую-то мою семью вещь, которая может действительно эффект делать полностью ваш стейт. Например, один чувак там делился на этой конференции тем, что он сказал, что вот мне постоянно казалось, что I'm not good enough, да? Что я недостаточно хорош для того, чтобы, ну, для, там, у него в бизнесе было, с отношениями личных и так далее. Вот. И он просто тупо поменял свой password на компьютере, и в день, представьте, сколько раз он вбивал туда I am good enough, I am good enough, I am good enough, right? And that is, like, so basic, so little, so small, да? Или же другой говорил, что у него конкретная цель, там, 50 миллионов он должен сделать за ближайший квотер, да? То же самое, он просто тупо вбивал password, 50 millions, I am going to do that, 50 millions, I am going to do that. То есть вот такие вот мелкие, small things that you can do to change your status. И стартапа не надо. А то стартап заработал не такой таблички, да, ты постоянно выбываешь пароль. Потому что меняя свой стейт, вот этот маленький, нет, к сожалению, вбивая это не получится 50 миллионов делаешь. Но меняя свой стейт, вы будете менять свои действия и, соответственно, все остальное. Маст versus should, да, очень часто I should, разница. Маст это как бы должно, should, хорошо бы. Да, Фрэн, я перевожу? Ну, в общем-то. Окей. Должно, вот если смотреть вот просто в аудитории, да, если спрашивать обычно, ну, опять-таки, когда бывает большая аудитория, сколько человек занимаются спортом пять раз в неделю. Мне нужно даже спрашивать. По ним абсолютно все прекрасно сразу видно бывает. Кто занимается пять раз, кто занимается два раза, а кто не занимается вообще, да. Потому что для кого-то, у них что больше времени, чем у всех остальных, такие же 24 часа, как у всех, да. Но для кого-то это must, это вот должно, да. А для кого-то это хорошо бы, should, I should go to the gym, I should read a book, I should, I don't know, apply for this grant and raise this money, like this much money. Да, то есть вот это should, то есть хорошо бы, а если бы и так далее. Некоторые переходят в третью категорию, just stop it. В каком третью категорию? Just stop it. Да, ну, не знаю. То есть вот определяться с тем, что сделать для себя. Опять-таки спросить, what are my must? Вот что будет должен, да, что я буду делать a hundred percent, no matter what. Вот этот decision, очень многие все говорят, что вот я шел к этому решению, я не знаю, пять лет, или я шел к этому решению, там, три месяца и так далее. Нет, на самом деле решение происходит вот за долю секунды, да, вот в какой-то момент это кликает. И чтобы это кликнуло, это нужно вот опять-таки проходить через все вот эти стадии, да, identifying your goals, knowing your why, почему я хочу этот goal, getting yourself into peak state, потом which will affect your actions и так далее, да. And identifying what are my must, вот что у меня будет на ближайшие три месяца must. Лево-право расстрел, да, вот. Седьмое. Экзекьюшн, еще раз экзекьюшн. Столько много… Ну, сейчас вообще вся тематика стартапов, мне, честно говоря, каждый второй стартапер, я не знаю, как у вас здесь, но я куда не поеду, и у нас в Азербайджане, и вообще, на всех конференциях, Европе, в Америке. Каждый второй, или же коуч, это сейчас этот, или стартап, да, это все классно, все фаундеры CEO на фейсбуке, ну, а потом до экзекьюшена дела как бы не доходят, мы вот на все эти, мы рейдим там что-то, пытаемся денежку поднять, мы там, ну, что-то там делаем, мы вот по всяким инкубаторам ходим, акселераторам ходим, вроде мы что-то делаем постоянно, да, вот мы постоянно заняты, а вот в конце концов как-то ничего не происходит, то есть на самом деле, идея важна и так далее, да, но если не будет экзекьюшена качественного, вовремя, быстро, вот работать, пахать, да, 24 на 7, ничего, вряд ли что-либо получится, что, гугла не было что-либо раньше, то есть поисковиков, сколько было поисковиков до гугла, да и вообще миллионы таких экзамплов, да, кто-то просто взял и сделал экзекьюшен намного лучше и быстрее всех остальных. Use your number one resource effectively. What's your number one resource? Time. Right, exactly. Efficiency, я прочитаю на... Ну, сейчас попытаюсь. На русском, по-моему, эффективность нету различия в двух словах, но efficiency is performing a given task, whether important or not, in the most economical manner possible. То есть, вот у меня есть какой-то task, и я его делаю как можно быстрее, да, то есть вот это эффективно, скажем. Ну вот, в русском, по-моему, нет этого, да, это. But that's efficiency. Effectiveness is doing the things that get you closer to your goals. То есть настоящая эффективность, это не просто делать таски быстро, а делать именно те таски, которые приближают вас к вашим целям. То есть, при этом неважные откидывать, скажешь, приоритетизм. Они важные откидывать. Не только приоритетизм, а именно откидывать, да. У нас огромные, личные эти туду-листы, нескончаемые, да. А на самом деле, если мы спросим, okay, is this actually getting me closer to my goal? А если вы будете фильтровать, вот у вас опять образовался список. Мы же все такие занятые, там, кому не позвонишь, ой, как дела? Ну все хорошо, но я так занята, так много работы. И это же круто сейчас, нет? Я не знаю, опять-таки, я могу ошибаться, как это происходит здесь, но чем больше катаешься, тем больше видишь, что все такие занятые, у всех ни на что времени нету, мы постоянно там работаем. А чем ты занят-то? Мы сами себя обманываем, создавая вот эту иллюзию занятости и думаем, что на самом деле мы делаем что-то дельное, а на самом деле создаем себе миллион всяких вещей для того, чтобы avoid the important things, чтобы не делать важные. Потому что у важных всегда есть chance of failure or rejection, шанс того, что не получится, да, что провалится. Защитный механизм мозга, уберечь нас от стресса, во-первых, выполнять лишнюю работу от человека, во-вторых, уберечь стресса и разочарование. Ну вот мы и делаем вот эти простые маленькие штучки, да, или же создаем, думаем, что а, вот давайте это, это, это. Ну вот три вопроса, которые я на самом деле в течение, вот когда я только начинала в Айзик, пошла. Я, кстати, была тоже в Айзике локальным президентом, вот, и это был суперэкспириенс, просто можно сказать, что ну стартап лайф началась уже там. И вот с тех времен у меня плакат, прям перед, как только вставала, я нарисовала себе три вопроса. Первый вопрос это, am I being productive or just active? Я вот просто активен, да, и бегаю туда-сюда целый день. Встречи, 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 скайп-колы, там, я не знаю, одна встреча, вторая встреча, один ивент, третий ивент, конференция, мы вообще такие классные, чеккинемся и все такое, да. Ну вот, это мы просто active или are we actually being productive, да, продуктивные, продуктивные, есть там условия? Ну, да, 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 да. Второй вопрос это, am I inventing things to do to avoid the important ones? Создаю ли я себе всякую всячину для того, чтобы избежать на самом деле важные вещи? Как часто бывало, что, например, вам нужно сделать какой-то очень важный колл, да, то есть вы должны позвонить в какую-то компанию, я не знаю, что-то, вот, very important action, да. И вы создаете себе нескончаемый to-do-list, нет, я это сделаю, мне нужно еще там 5 имейлов написать, еще вот этот скайп провести, еще этому позвонить, и тому позвонить, ой, а еще я забыла, что мне с командой нужно встретиться. И вы позвоните, и позвоните, и позвоните вот этот самый важный колл, потому что есть там вероятность того, что будет там провал, и there is this fear, вот этот опять страх играет над, играет с нами, да, и мы создаем вот это, вот это все. Поэтому, опять-таки, каждый день я себя спрашивала, смотря на свой, что я утром, окей, что я сегодня собираюсь делать, да, ничего у меня там я не придумала сама себе, чтобы to feel busy and to feel good. Потому что, потому что, когда мы заняты, мы чувствуем себя хорошо, я работаю, все классно, я такой деловой и крутой, да. И третье это, if this is the only thing I accomplished today, will I be satisfied with my day? Опять-таки, еще больше катит, чтобы, то, что вы делаете на ежедневной основе, что если посмотрите, окей, вот если я сегодня сделаю только это, больше ничего, буду ли я доволен своим днем? То есть, таким образом вы просто тупо фильтруете все, что не важно. Четкие вопросы, вообще, не явно. Восемь это, в принципе, то, что я вот сейчас говорила, возможно, сказать, за последний, там, я не знаю, сколько я уже говорю, полчаса своих минут. Это habit of asking questions. Очень powerful habit, очень powerful, очень сильная привычка. Если вы научитесь задавать сами себе вопросы на постоянной основе и отвечать, почему мы не задаем вопросы себе? Потому что очень часто ответы, на самом деле, бывают некомфортными. Нам вообще абсолютно не нравятся ответы, да. Но именно, как бы, when you face these answers, когда вы встречаете с лицом к лицу с этими ответами, можно анализировать то, что уже было, анализировать себя и развиваться, улучшаться. То есть, like, use this power, like, use this habit of asking questions. Есть миллион разных book, articles, videos, когда вы можете узнавать, что если вот у меня там, например, такой-то issue, такой-то challenge, какими вопросами я могу, как бы, ну, как они, да, layers, вы убираете layers, да, чтобы дойти до серединки, понять, что же там на самом деле. Потому что когда вот проблема, на самом деле проблема не там, она вообще здесь, вот эти layers, чтобы как делать, задавайте вопросы, задавайте вопросы. Вот это 5Y, 5Y, все знают. Чистишь руки, плачешь, но вы добирали до серединки. Когда 5 раз спрашиваете, почему, проблема какая-то в стартапе, в бизнесе, в жизни, там, я не знаю, проблема у нас какая-то, почему такая проблема? Ответ пришел. На этом вы не заканчивайтесь, есть такое правило, вы идете опять, почему, почему это, потому что там бла-бла-бла, окей, а это почему? И вот так, вот так, вот так доходитесь, чтобы, потому что первый why, первый почему, он даже близко не стоит к настоящей проблеме. Один из примеров использования questions. Девять это create support system. Предпринимаете, всегда, ну вообще, наверное, в жизни всегда будут падения, всегда будут какие-то проблемы, какие-то челленджи. Если их нету, тогда, наверное, что-то вы недостаточно делаете, недостаточно сами себя челленджите, не выходите из комфорта, из зоны комфорта. И поэтому в такие моменты очень важна система, которая будет вас поддерживать. Это могут быть менторы, это может быть семья, это может быть, я не знаю, девушка, парень, это друзья, кому что, да, это команда. Но эта система должна быть, you gotta have that system in place, потому что никто один еще ничего не добивался, да. Все success stories, которые мы слышим, у них у всех есть, был кто-то рядом, который их пушил, которых поддерживал в сложные какие-то периоды жизни. Ну, десятый, наверное, surprise, it's hard. Сделать что-то классное, идти со своими мечтами, создавать там стартапы, бизнесы и так далее, это сложно. И если очень часто люди приходят вот из corporate world, да, корпоративной системы, ой, мне надоело работать с 9 до 6, давай-ка я создам стартап. Да, не понимая, что на самом деле там мы вообще 24 на 7 работаем. Вот, и если идти с expectation, что будет сложно, тогда, возможно, вы не сдадитесь так быстро, как и большинство. Ну, если смотреть реально на статистику, да, вот это все crazy так описывается, так классно, так интересно, но на самом деле какая статистика просто ужасная. Да, это всего один из десяти success rate, да. И приблизительно так, но в разных странах, конечно, разные, но в среднем вот American это один из десяти всего, то есть 9 failures and 1 success. only crazy people go for that, right? We are all kind of crazy and that's cool. Но нужно понимать, что, окей, this is gonna be hard. И если вы идете с этим expectation, что легко не будет, но будет, тогда у вас будет сила вот пушить вперед через все эти сложности. Так что, кто из корпоративной среды, даже не надеется, что здесь будет как-то слаще, краще и так далее. То, что, наверное, в принципе я вначале уже отметила, you are capable of so much more than you think. Тот же пример с этими отжиманиями, пример, миллионы таких примеров можно привести. Вы на самом деле способны намного больше и физически, и психологически, но вот в жизни, и в профессиональной части, и в личной, неважно. Мы используем наш брейн всего там на 10% нашего capacity, да, даже может быть меньше. Может быть у кого-то сто... Может вы нас научите тоже, как все сто использовать. Это просто неудачная пилория на счет процентов. У ученых все подходят. Значит, whatever that is. Что бы ни было, что бы вы ни делали, всегда можно идти дальше. То есть для меня вот этот вот кейс с отжиманиями я никогда не забуду, как я думала, что я сдохну на этих 46 в прямом смысле этого слова, что я оттуда не встану вообще. И потом сделать еще 50, это действительно показывает, насколько мы способны. И когда и будут вокруг вас говорить постоянно, что ну вот, ты что, 18-летняя девчонка там способна сделать из 200, там полмиллиона и так далее. Никогда в жизни. Нет, сейчас, окей, не способна, сейчас покажем. То есть, возможно. Последнее, наверное, то, что хотел сказать, что вы никогда не будете готовы на 100%. Какой бы шаг вы сейчас не думаете, о каком бы шаге в жизни, я не знаю, в личном, в профессиональном, опять-таки, на 100% вы никогда не будете готовы. Почему? Или это как у нас проект? Можно я это скажу, потом отвечу на вопрос? Понимая это, мы перестанем откладывать на завтра. Мы постоянно кормим себя завтраками. Все эти New Year resolutions. Вот сейчас Новый год идет. Начнется reflection of previous year, setting goals for this year. Будет у нас трехметровый низ такой. Все, в этом году я делаю вот это, вот это, вот это, худею на 10 килограмм. Зарабатываю в 5 раз больше. Делаю там такие-то проекты. Личная жизнь у меня вообще будет там, буду путешествовать и все такое. Через две недели, кого не спроси. Мы даже не помним уже, что мы там написали, куда мы вообще это писали. У кого как, у кого две недели, у кого два месяца и очень мало, маленькое количество человек на самом деле действительно follow through делают. То есть если понимать, что окей, я на 100% никогда на самом деле готов не буду, нужно начать. Есть только сегодня, есть только сейчас. Whatever day you're waiting for. Не нужно ждать понедельника, не нужно ждать Нового года, не нужно ждать, я не знаю, завтра. Какое бы решение не нужно было принимать, не то что решение, но естественно нужно анализировать, при research. То есть я не говорю, там бизнес, какое-то решение, вот в двух товарах ты доделал. To make a decision, ok, I'm gonna make it happen, whatever it's gonna take me. Whatever you're waiting for, that day is today. Вот сегодня, and today is still the day. То есть сегодня не закончилось. Опять-таки мы идем на все эти конференции, мы такие, там, ивенты. Вот сейчас я прагмативирована и все так классно, да, там какая-то девочка пришла, что-то там рассказала. Мне понравилось, кому-то там не понравилось. И вот, вот такое, что, да, все, завтра начинаем. А завтра просыпаемся, будильник опять, блин, там, у кого семья, у кого там проблемы, у кого команда. И опять по старой, по лайке мы идем так же, как все и было, да. Поэтому не откладывайте ничего на завтра. Опять-таки это вот, вы получили, если какой-то там заряд энергии, да, вот этот state, используйте его для того, что, to make a decision, to take an action. Вот именно даже это может быть малюсенький action. Например, если вы должны, я не знаю, вы вот уже пять лет говорите, что вы полетите в Париж на Новый год, да, и вы это планируете, планируете, вот полечу, я так хочу, я так хочу, 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 а что ничего не делаешь, чтобы это произошло? У меня нет денег. А почему у тебя нет денег? У меня есть 30 лет, я не знаю, там работаешь и будет, ну у меня там, не знаю, вот это вот, у всех, у каждого своя есть причина. Если ты действительно хочешь полететь в Париж на Новый год, ты сделаешь все возможное, чтобы это сделать. Я в этом году, это мой, я вот только Нине говорила, по-моему, 60 какой-то флайт уже, я уже сбила за счет, только за этот год. Знаете, за сколько флайтов я заплатила сама? Три. Все оставшиеся, меня все звали, приглашали, платили и так далее. Я решила, что я хочу в этом году путешествовать. Когда в феврале месяце я полетела в Гарвард на конференцию, мне там просто, это was mind-blowing, да, мне там так понравилось, я сказала, что окей, whatever happens, лето я провожу в Америке. Понятия не имела, каким образом, но было decision, whatever it's gonna take me, I'm gonna make it happen. Ну и что, все лето я провела в Америке. Сначала я была в Стэнфорде на конференции с Обамой, Тюкерсбергом, Гуглом, там все, начиная от Фейсбука, заканчивая Лубером к Airbnb были. Потом полетела в MIT на Bootcamp, где получила стипендию Full Scholarship, всего 4 человека со всего мира. Мне тоже дали, потому что это просто нереальных денег стоит, а у меня этих денег не было. Я такая, окей, надо что-то делать. Ну, вот получилось как-то, да. То есть, если вы делаете decision, вот этот вот, like, excuses, excuses over excuses, there will always be. Всегда можно найти excuses. Да? А вот, solutions, именно те, кто находит solutions вместо excuses, наверно делают что-то классное и интересное в жизни. Ну и, Мой мотив в жизни Ничего не возможно Даже слово говорит Я возможно Так что вы возможно И следите за свои мечты Спасибо У вас, кажется, были какие-то вопросы Если у кого-то есть какие-то вопросы Момент случайности Насколько сыграл Случайности? Случайности, да В чем именно? В вашем деле Потому что, получается, у меня в ДП Он говорит, что во многом Сыграла случайность Вы знаете, я верю, что нужно быть готовыми К случайности Возможно, он оказался в правильном месте Правильное время Но если бы он не был готов Чтобы принять этот opportunity Этого не произошло бы Я не знаю, насколько Честно говоря, я работала, мне кажется Достаточно много Для того, чтобы дойти Сделать каждый из шагов Ну, например, когда мы начинали С 200 долларов Что я могла сделать? Только Facebook-страницу открыть И Facebook тогда только-только развивался Там не было большого competition И мы вот начали набирать-набирать Сейчас у нас там 200 тысяч фолловеров И так далее Кто сейчас открывается Им намного сложнее набрать Эти 200 тысяч фолловер Таких же, как я В то время 4-5 лет назад Было дофига людей Кто-то использовал это Допротивление И кто-то не использовал Случайность все-таки Это когда Надо быть готовыми К всем этим Потому что Опротивление будет постоянно идти Их такое нескончаемое количество Нужно в пикап Делать правильное И быть готовыми Тогда, когда они выходят Еще один вопрос Вы говорили насчет защиты и тыла Их поддержка Для вас самая большая поддержка Это тоже Ой, это вот очень личный вопрос Для меня Наверное, семья Семья не родительская А вот моя семья Собственная На тот период Это был мой муж Который меня поддерживал А что сформировало Ваше мировоззрение Потому что оно у вас Яркое и классное Спасибо Наверное, поездки Вот я, как сказала Наверное, то, что мне танцы С детства дали Путешествовать по всему миру Видеть вот этот diversity Ты приезжаешь на Чемпионат мира И там вот все такие разные У всех свои идеи Все что-то делают И ты видишь, что Есть столько всего Интересного в мире Ну, я думаю, что вот это все Сформировало мировоззрение А вот вы четко совпадаете Скорее всего, да Вот с тем, что вы рассказываете У вас как машина внутри такая Которая постоянно вот так думает И делает, да? Ну, наверное Не знаю, что вы имеете А у вас семья такая была Или постепенно сформировались Нет, ну, естественно Все это постепенно Наверное То есть детство Все это идет Шажочками Ну, я знаю Меня, например, всегда Мне с детства говорили Что вот мне, например Говорят, нет Я не принимала, нет Что значит нет Почему нет? Да, то есть это вот Воевало У меня всегда У нас видео есть Все всегда Какое семейное Собиром Все всегда ржут Брат у меня двоюродный Ну, там, огромный Да, у него там Он лет 15 было И я вот такая малярка 5 лет И я давая на него Что я бы Он мне там что-то Мы поругались И я буду драться Я на него бегу Он мне так одни пальцы Делает Я улетаю Другой конец комнаты Опять стою Опять бегу Он мне опять так Дыг делает И опять улетаю Другой конец комнаты Мне тетя говорит Зая Ну, хватит Он же больше тебя Нет, Биби Биби у нас Это тетя Я буду драться Это ржать Там неимоверно бывает На самом деле Ну, вот я не знаю Наверное, вот это сидит Где-то, да Но над этим надо работать У нас Меня мама с детства Воспитывала так Что не важно Кем я буду Что я буду Мы жили Ну, у нас там Район назывался Нариманово И когда мы ходили в парк Там были просто ужаснейшие туалеты И если мама хотела Она нам говорит Не важно Кем я буду Что я буду делать Не хотите учиться Не будете работать Пойдете подметать Туалеты на Нариманово Вот И такая мотивация была Да Надо, хотелось бы стать человеком Все-таки не хочется Подметать туалеты на Нариманово А вы вот понимали Вот этот запрос Который в Азербайджане был Я помню фотографии Я смотрел даже 5-7 лет назад Там женщины Начали выкладывать фотографии Где они красивые С вечеринок Еще А вот Сейчас Они всех прям Собрались Вы их сконцентрировали Они теперь Строят свои новые жизни Что раньше было невозможно А в других странах В том же США Вы видите тоже Проблемы Там тоже Женщины готовы Там вот как я сказала Если я изначально думала Ну в принципе В развивающихся странах Ну вот особенно Central Asia Middle East Вот наш регион Где еще религия имеет Мы все можем Как бы у нас выбрать дофига Но мы не знаем Как выбрать У них проблема То есть другая Если здесь нет выбора В этом проблеме Там слишком много выбора И это тоже проблема И нужен локомотив Так же как и в Азербайджане Да То есть вы будете Локомотив Да Тоже нужен локомотив Я думаю Что он везде нужен Это не только Женщины Это мужчины Это всем нужен Как бы своего рода Пинок Время от времени Да И чтобы двигались И жили на самом деле Потому что Я считаю Что очень многие В основном существуют Да То есть мы существуем Мы день за дня Мы не живем Мы скорее существуем А вы им деньги даете Или как вы их поддерживаете На первые Начинаем Нет У нас программы Они приходят на эти программы То есть в зависимости от Это может быть Энтерпренаж Или предпринимательство Например Мы кодингу учим Там есть программа Конкретно Boosting Confidence То есть Defining How to define your goals How to А где они берут деньги На свой проект Ну мы не только Со стартапами работаем Нет, я понимаю Просто она хочет Конфетную свою Кондитерскую маленькую Или магазинчик Где она у вас Безать деньги Сама Абсолютно Абсолютно Это один момент Что Любой Чтобы стартапить Это уже какой-то Бэкап финансов Чтобы время Сам себя купить Ну вот Я понимаю Есть стартапы Которые без финансов Никуда Абсолютно Да Фактически Денег в мире Не так А так Естественно Да Соответственно Найти их можно Нужно просто Нужно искать Нужно делать Ну как искать Ну вы в Азербайджан Не привели Какой-то фонд Который Женщина Помогает А мы не хотим То есть У нас нету Этой цели Конкретно Поддерживать их Финансово Мы больше работаем С их Брэйз Like Kind of Making Helping Them Realize That They Can Do That А потом Они Идут То есть Мы наоборот Говорим Постоянно Что Будьте Проэктор Вот вам Дали Вот этот Клип Что я могу Нету Ничего Невозможного Потом Идет И находится Лучше Потому что Если все Довольно Блюдечки С серебряной Каемочкой Очень Быстро Начинают Расслабляться Все Вот эти Гранты И так Далее Очень Часто Вообще Раздаются Непонятно У нас Например Это Очень Часто Дается Нормальные Стартапы Бедные Пашут Не могут Найти Финансирование Непонятно Каким Стартапам Даются Эти Гранты Я Не знаю Какими Методами Там Выбираются Я Лишь Когда Я Начинала Вову Я Подала На Три Гранта Американское Посольство У нас Там Государственный Был И еще Один Все Три Отказали Я Сказала Окей Хорошо Не Отказали То есть Я могла бы В данный момент Три Гранта Это Кто Подавал Знает Какая Это Работа И Какая Это Зюна И Как Это Вообще На самом деле Сложно Вот Я Могла Сказать Ну Окей Значит Наверное Нехорошая Идея Или Не Получается Но Все Равно С Ноль Бюджетом Сделали 50 Человек В команде Сейчас И Уже Идем Глобал Всегда Есть Солушины Я Верю В то Что Есть Солушины Есть Разные Индустрии Есть Разные Стартапы Я Не знаю Например Что Происходит В Open Data Не могу Ничего Говорить Но Я Верю Что Что Было Всегда Есть Солушины Как Раз Более Материальный Вопрос У У Вас Была Небольшая Сумма Денег Дискриминация 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 Вы знаете Тупо Мы сидели В кафе Заказывали Одну чашку Чая На всю команду И сидели Там Целый День К нам Приходил Официант Спрашивал 500 раз А вы хотите Что-нибудь Ещё А вы хотите Что-нибудь Ещё Мы Как Хлопали Глазками Типа Нет Ну хорошо Мы все Ещё Пьём То есть Начиналось Так Мы встречались С клиентами У выхода В метро Мы Экономили На всём Чём Можно Я вообще Вначале Своим сотрудницам Не платила Мне было 18 Им было 16-17 Мне всегда Прикалываются Она Детский Труд Использовала На детском Труде Успех Построила На самом деле Эти же Девчонки До сих пор Со мной Мы все Начинали Вообще Но клуб Было Что Просто Было Огромное Желание И энергия Вот Я Например То есть Финансы Не платила Пока Мы не доходили До Уже Не было Оборотов Начинало Всё С процентов Например Сейчас В этом Вау Они То же Самое Девочки Получают Не фиксированную Зарплату Я Вообще Очень Большой Сторонник Бонусов И Работаешь Кто работает Тот Ест Приносишь Результаты Соответственно Зарабатываешь Больше Естественно Сейчас Есть у всех Фиксированные Какие-то Зарплаты Но В основном Всё Идёт На бонусы И они Зарабатывают Там В свои 18-19 лет Больше Чем Их Родители В 5 Раз У нас Знаете С цифрами У нас Немножко Есть Проблема Я не знаю Как у вас Здесь У нас Чем Больше У нас Есть Глаз Силы Слишком Светиться Нельзя Слишком Хорошо Это Уже Плохо Я говорю Что Я бы Ещё Пять Магазинов Могла На данный Момент Открыть Но Этого Не могу Сделать Потому Что Придут Скажут Слишком Хорошо У тебя Дела Бизнес И накрыть Крышкой С цифрами Я никогда Не говорю Раскулачил Да То есть Они В этом Плане У нас Сложат Поэтому Сейчас Хочется Магазин Плакет Да То есть Магазины Они Работают Я каждый Вот это Даже Тоже Магазин Открываю На новое Имя У меня Один Магазин На сестру Один Магазин На бабушку Третий Магазин На маму И так Далее Есть Такие Тупо Приходится Тратить Время На Такие Вот Вещи Но Просто Других Вариантов Нет Как-то Нужно Каждый раз Каждые Полгода Приходят За Поборами Каждые Полгода У меня Новый Седой Волос Выходит А у вас Клиент Основной Это Кто Магазин Какие Женщины Это В основном Молодые Девушки 24-32 Магазины Нахожу Если Вечерние Это От 200 До 500 Монат Раньше Это Было Equal Euro Сейчас Это В два Раза Меньше Если Свадебные То Это Аренда В основном У нас Свадебных Это От 500 До 1500 А У вас Вечерние Свадебные Да У нас Вечерние Свадебные И у нас И продажи И аренды В прошлом Году Когда была Девальвация Был Просто Пипец До сих У нас Очень Плохая Сейчас Ситуация В стране Монат Падает Каждый Божий День Я Сейчас В Америку Еду Ни одного Доллара 50 Долларов Не Меняю Без Понятия На полгода Еду Я Слушайте Вы понимаете Что Мне Нужны Вы Живёны Монат В Америке Жила Ноль Буквально За Очень Большие Комиссии Но Риантов Не будет Скорее Так Будет Буквально За За день За ночь У нас Произошла Сначала 35% Девальвации На вторую Ночь Еще То есть В общей Словенце 100% Девальвации И Неимоверные Лейлс По всему Бипи 40% Убрал То есть Безработица Сейчас Огромная И вот В этот Момент Я поняла Что Ну Я Один День Провела Просто Тупо Пялись В стенку Потому Что Было Очень Страшно Получается Что Твои Все Косты В два Раза Убедичили За ночь А У Людей То есть Их Возможности Покупать В два Раза Уменьшились Потому Что Все Продукты Все Импортированы Все Поднимается И Ну Платье Это Не Хлеб Скажем Вот И Для Меня Я Понимала Что Ну Обычно Сразу Первый Шаг Очень Часто Это Бывает Сотрудников И Сразу Начинают Сотрудников То Что И Сделали У Нас Половина Магазинов Рядом С нами Закрывались Все Большие Компании Сокращения Огромные Делают Но Я Понимала Что Если Я Кого-то Сокращу Это Будет Не Просто Сокращение Это Еще Будет Голодная Семья То Есть Двойная Какая-то Нагрузка Идет Но И Вот Этот Страх Опять Так Я Использовала Этот Страх На Чтобы Он Драйвел И У нас Была Очень Длинная Одна Встреча С командой И мы Решили Что Каким Нибудь Образом Мы Выживем И Мы Действительно Выжили Мы Не Только Выжили Мы Еще Открыли Новый Филиал Этим Летом Мы Увеличили Наши Обороты Мы Просто Вели Аренду Платик И так Далее Да Работы Сейчас В Еще Идея Не можешь Продать Просто Дай Варенду Еще Идея Не можешь Продать Дай Варенду Не можешь Купить Аренды Ну Да Хорошо Все Спасибо Большое Вам Спасибо Адон Из Мотивационной информации Которые Получились В пару недель То Самое Утонул Надеюсь Кто Нибудь Самое Главное Хоть Что То Если Чуть Маленький Какой То Что То Взяли С Позвит Презентацию Где Можно Позвать Если Надо Передать Нину Через Нину Да Хорошо Нам бы Вопросики С Презентации Так С С Нина 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 С Субтитры сделал DimaTorzok